Теперь читаем B. Разрежьте прямоугольник на 10 прямоугольников, чтобы никакие два соседних не образовывали прямоугольник. То есть то же самое, чтобы никакие два прямоугольника не имели бы в точности общую сторону. Разрежьте прямоугольник на 10 прямоугольников. Поскольку это пункт В, разумеется, нужно как-то попытаться воспользоваться тем, что у нас уже есть. Конструкция, которая у нас уже имеется. Еще раз всем решить много задач чаще всего легче, чем одну. Вот если бы задачу разрежьте прямоугольник на 10 прямоугольников, вам бы дали не в качестве пункта В, а саму по себе, то ее было бы решить сложнее. Казалось бы, так пункты А и В, казалось бы, так больше. Но одну задачу В решить сложнее. То же самое с учебниками. Очень часто студентам дают такую тоненькую книжечку, конспект лекций. И говорят, вот преподаватель постарался из толстого учебника на два десятка страниц сделал выжимку. Так вот, господа, запомните. Учебник в 600 страниц прочитать гораздо легче, чем конспект лекций, в котором 20 страниц. Потому что аккуратно все объяснения, все промежуточные поясняющие мысли, если убрать и оставить только 20 самых трудных страниц из 600 страничной книжки, то это будет практически непреодолимое препятствие. А на самом деле математика наука легкая. Если ее учить в правильном порядке, если не пытаться перепрыгивать через этап, то все получится. Потому что, к сожалению, очень часто вас требуют вот прямо немедленно и быстро-быстро, и вот за 5 минут. Все-все-все. Так, конечно, нельзя. А если не торопиться, то, наоборот, все будет очень легко. Подсказка. Не надо 10. Вы сначала сделаете 6, потом 7. Идея индукции. Пожалуйста, пожалуйста. Я вам сделаю. Я сделаю. Вообще, индукция – это замечательный математический прием, когда для того, чтобы решить задачу, вы постепенно от маленьких чисел переходите к все большему и большему. В нашем случае, когда есть картинка для пяти прямоугольников, можно не пытаться сразу нарисовать 10 штук, как сейчас Егор делает. Ему тяжело сейчас, заметьте. Он пытается рассчитать на много ходов вперед. Может быть, конечно, он умный и действительно сможет, а может быть и нет. Получится или не получится? Слушай, а я понял, что он сделал. Не понял, что он сделал. Не понял, что он сделал. 6, 7, 8, 9, 10. У меня нет такой возможности. Но представьте себе, я аккуратно сейчас вырежу этот кусок доски и сдвину его сюда. Поняли? Да. Здесь у нас было пять прямоугольников, здесь тоже пять. И единственное, о чем нужно будет позаботиться, чтобы вот эти две точки располагались на разных уровнях. Смотрите, какой он хитрый. Он взял такую линию и сверху нарисовал картинку, в которой пять прямоугольников. И снизу картинку, в которой пять прямоугольников. Ту самую. То есть он воспользовался тем, что 10 – это 5 плюс 5. Но на самом деле не обязательно было решать задачу для 10. Можно было, как я вам только что говорил, сделать следующее. Взять и потихонечку наращивать… Давайте я здесь сделаю. Смотрите, добавили прямоугольник номер 6. 7. Ну, не знаю, где хотите, снизу добавить, сверху? Снизу. Снизу так снизу. После 7 что ли? 9. С какой стороны добавлять? Можно с этой, можно с этой, можно с этой. Справа хотите? Справа. Давайте справа. Так, 10. Справа уже нельзя добавлять. А вот сверху, снизу, снизу, снизу можно? Сверху. Сверху, пожалуйста. Сбогу можно больше. Вы справляете, обратите внимание. У меня тут варианты были? На самом деле, конечно, можно многими разными способами решить задачу. Но предложенный сейчас способ хорош тем, что никак не используют специфику числа 10. Важно, что 10 больше, чем 5. Потому что хотите 11, я еще прорисую, 12, еще прорисую. Если вы возьмете ложку книжки, то там есть эта картинка. Вот она. Так что, на самом деле, она была у вас. Нам нужно.